доброе утро дорогие друзья сегодня 10 июня и уже даже не помнится какой сегодня месяц потому что на улице очень жарко тепло и хорошо и вы смотрите программу утро нового дня а с вами в студии алиса троян и артем андрановский постараемся сделать так чтобы ваше утро было максимально бодрым свежим а главное поговорим о самых актуальных и интересных событиях ну начнем с того что в крыму уже прошли грозы они предвещаются конечно еще об этом подробнее позже но утро сейчас светлая приятная главное что свежая добираться на работу в крайне мере было легко поэтому поднимаемся правильно отправляемся рассказывать о том что же насобирали наши корреспонденты за выходные происходило много интересных вещей например в крыму побывали иностранцы узнать из первых уст о жизни в крыму с такой целью на полуостров приехала делегация стран евросоюза для них организовали ознакомительную экскурсионную программу в рамках которой иностранцы могли посетить знаковые объекты республики и лично пообщаться с местными жителями изменилось ли представление европейских гостей ответы в нашем следующем материале с визитом в крыму находятся жители люксембурга представители различных национальностей немцы бельгейцы французы итальянцы греки и поляки всего 14 человек это общественники журналисты предпринимателя многие из них пятый год путешествует по россии и сейчас добрались до полуострова у них была насыщенная программа иностранцы проехали постройки века останавливались в судаке севастополя ялте были с экскурсией в симферополя несмотря на санкции они приехали узнать из первых уст чем живет крым и крымчане это уникальный опыт и я думаю может мы можем могу-то делать новое создать новые отношения отношения я думаю больше людей будет приехать в крым потому что я очень очень рада это очень красивый красиво поле острова также иностранные делегаты встретились с крымскими парламентариями стороны обсудили современное положение региона вопросы развития народной дипломатии а также перспективы дальнейшего сотрудничества обменялись и памятными сувенирами к сожалению сегодня официальная дипломатия не приносит тех результатов которых мы сегодня все ждем поэтому и об этом говорит часто и министр иностранных дел российской федерации господин лавров он придает огромное значение именно народной общественной дипломатии мало того я с уверенностью могу заявить что мы прорвали ту информационную блокаду которая существовала три года назад два года назад сегодня этой блокады уже не существует в ближайшее время ожидается прибытие еще двух иностранных делегаций в июле крым посетят немецкие бизнесмены их интересует сельское хозяйство и туризм а в октябре прибудет смешанная делегация из германии и норвегии в ее состав войдут политики екатерина серегина александр чукалов и андрей трещук новости 24 воздушные бои трюки и одиночный пилотаж севастополе прошло закрытие конкурса авиадарс 2019 для жителей и гостей города подготовили масштабное авиашоу над городом парили стрижи беркуты сокола россии и русские витязи увидела невероятные маневры летчиков и пообщалась победителем состязаний наш собственный корреспондент анастасия соснина лучшие летчики вооруженных сил страны в течение двух недель демонстрировали на полуострове технику пилотирования воздушную разведку и боевое применение навигации в рамках всероссийского этапа конкурса авиадарс 2019 победу одержала четвертая армия ввс и пвоо южного военного округа команда победитель представит нашу страну на международных соревнованиях она будет состязаться с представителями китая белоруссии и других стран мира поэтому отдыхать времени практически нет летный состав готовится ежедневно ежегодно естественно у нас боевая подготовка не прекращается не на секунду уже не первый раз наши летчики объединения завоевывает или подтверждает что то что они одни из сильнейших военно-воздушных силах сегодня конечно я горд за своих летчиков профессия летчика опасна и трудна но несмотря на это они с детства мечтают многие мальчишки одним из таких был александр чернышов чтобы служить на боевом вертолете ми-8 нтв-5 прошел через тернии к звездам это очень долгая и кропотливая работа которая начинается у каждого летчика как минимум пять лет назад с курсантской лавки так сказать и это этот путь очень долгий в небо необходимо многому научиться конечно же перед каждым вылетом присутствует некоторое волнение и в то же время восторг от полета настоящее воздушное шоу увидели жители и гости города героя над акватории севастопольской бухты как стая городах птиц парила авиатехника россии построение воздухе и высший пилотаж экипажи авиагрупп стрижи русские витязи и беркуты удивили как могли вы только посмотрите соколы россии на новейших истребителях демонстрируют сложные боевые действия а таких трюков просто захватывает дух в центре города увидеть авиашоу собрались тысячи людей после увиденного эмоции переполняли каждого нам очень понравилось это шоу так как ребенок это видел первый раз самим из североморска и у нас такого не происходит мы восхищаемся силой мощью нашей 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 авиации то что видел здесь это действительно поднимает патриотические чувства и такая гордость берет каждый год участники конкурса авиадарц удивляют мастерством и смелостью выполняя в небе крутые виражи анастасия соснина александр бухтияров новости 24 севастополь все остальные авиадарца вот в алубке в воронцовском дворце в связи с сильным ветром снесло временную крышу поэтому намокли первый второй этаж но к счастью ни один экспонат не пострадал потому что сотрудники вовремя принесли его в укрытие и сейчас они вернее на выходные они закрыли полностью помещение для того чтобы просушить стены а говорят что с сегодняшнего дня уже опять возобновили свою работу как музей этот дворец да надеемся что все максимально быстро восстановят и действительно хорошо что обошлось по крайней мере без каких-либо потерь но у нас тем временем наши коллеги с радио давай свяжемся с ними поздороваемся нашей маленькой скромной делегацией доброе утро доброе утро мы увлеклись темой даже забыли что у нас сегодня включение сегодня говорим о важной теме подвоем итоги петербургского международного экономического форума у нас предполагается сегодня очень много гостей будем говорить об инвестициях которые приходят как в россию так и собственно говоря в крым будем встречать гостей раз спрашивать какие предприятия будут у нас открываться в связи с подписанием договоров санкт-петербург прекрасно какие-нибудь итоги уже нам по секрету сказать можете потому что мы самый главный итог 650 соглашений на сумму три триллиона и одна десятая триллиона сколько сто миллиардов очень много сто миллиардов рублей это данные по всей россии то есть это вообще это сумма заключенных контрактов петербургского форума и мы тут с лёшей гадаем какое же помещение надо чтобы вместить всю эту сумму решили что нашей студии будет маловато да боюсь и вашей то я да я думаю что всех студии на канале не хватит но да желаем вам прекрасного эфира спасибо огромное но мы уже начинали говорить о том какой погода была в выходные и узнаем что же она подготовила сегодня для нас прямо сейчас а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Репортажи рассказывают о прошлом. На экране репортажи и интервью с работниками одного из самых читаемых печатных издательств полуострова. Мы презентуем нашу газету, мы говорим о том, что мы сделали, что сделали и наши коллеги за все это время. Газета переросла в медиахолдинг, у нас сейчас есть и журнал, который мы сегодня тоже презентуем, у нас есть информационное агентство. Это тоже немаловажно, что мы идем ногу со временем. Наша история на страницах Крымской газеты. На этой площадке расположилась и тематическая фотовыставка. Некоторым из представленных снимков 20, 30 и даже 40 лет. Присутствуют здесь и люди, которые могут рассказать о каждом из них в подробностях. Работа в Крымской газете это для меня вся жизнь, поскольку мы приехали сюда с мужем в Ялту, я начала работать в Крымской газете, но это было 45 лет назад. И вот до сих пор работы уже не в Ялту, правда, в Симферополе. Я горжусь, что коллектив у нас небольшой, а сделали мы очень много. Уникальность фестиваля подчеркивает обилие малоизвестных, небольших издательств. Заработанные средства идут на их развитие. А потому можно сказать, что книжные аллеи – это необычный, действенный метод связи читателя и тех, кто занимается выпуском произведений. Магазин берет напрямую реализовывать книги у издательства. И, собственно, это будет очень хороший толчок привозить новые проекты. Самые замечательные новинки можно найти действительно, если успеете, потому что разкупают. Днем книжная ярмарка, а вечером тематические концерты. В рамках фестиваля каждый найдет себе занятие по душе. По сложившейся традиции, книжные аллеи будут работать на набережной имени Ленина в течение месяца. По мнению крымчан и гостей полуострова, это еще один повод посетить Ялту в начале курортного сезона. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня. Компания, которая создала операционную систему, объединилась вместе с немецким производителем косметики и создали аромат, который, как утверждается, отражает суть игровой консоли. И невозможно догадаться, как он, в принципе, пахнет, если ты не знаком с геймерами. Но, видимо, те, кто хорошо знают и являются счастливыми обладателями в виде сына, друга или парня, они наверняка должны сразу же описать этот запах. Но, к сожалению, для тех, кто не знает этот, а может быть, к счастью, кто не знает, как пахнет геймер, они описывают, что в этом запахе будут присутствовать нотки пульсирующего зеленого цитруса, зимнего лимона, мяты, шалфея, пачули и древесины. О, один в один. Вот, знаешь, описано просто идеально, потому что у всех у нас было детство, когда мы ходили, я не знаю, может быть, в компьютерные клубы, может быть, к другу сидеть за компьютером. И вот всегда эти легкие нотки зеленого цитруса, они преобладают регулярно, знаешь, поэтому я ни капли не сомневаюсь. Но, помимо игр, молодые люди увлекаются много чем. И, может быть, даже не поверите, но в Крыму люди читают стихи. Давайте посмотрим одно из произведений, которое прочитал в честь 220-летия Пушкина, один из участников и победителей конкурса чтецов. Раз царевна молодая, Милых братьев поджидая, Пряла, сидя под окном, Вдруг, сердито под крыльцом, Пес залаял, И девица видит, Нищая черница Ходит по двору, Клюкой отгоняя пса. Постой, бабушка, Постой немножко, Ей кричит она в окошко, Пригрожу сама я псу, И кое-что тебе снесу, Отвечает ей черница. Ох ты, дитятка девица, Пес проклятый одолел, Чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет, Выйдь ко мне. Царевна хочет выйти к ней, И хлеб взяла, Но с крылечка лишь сошла, Пес ей под ноги и лает, И к старухе не пускает. Так, а у меня есть для тебя загадка, Алиса. Давай слушай внимательно. Если найдется мужчина, Который вернет мою корону, Я выйду за него замуж. Это цитата из сказки Пушкина Или из реальной жизни. Похоже на цитату Пушкина, если честно. Там каждая была героиня почти готова С таким принципом. Хотя, в принципе... Да, вот на самом деле, Это реальная жизнь. Не сказка ли? А, ситуация следующая. Значит, в одном из отелей Мисс Евразия 2019 года, То есть, самая актуальная и нынешняя. Дело в том, что потеряла корону. Это происходило в Турции, между прочим. Корона, ну, или диадема. Я на самом деле не знаю, что им вручают. Смысл в том, что очень ей дорога. И она выпустила видеообращение, В котором говорит, Что еще верит в настоящее рыцарство, В настоящее мужество. И согласна выйти замуж за того, Кто вернет красавице За служенную ей награду. Сразу видно. Действительно, перечитал человек сказок И надеется, что найдет служеный, Который ее отдаст. А вдруг благородное сердце Действительно обретет себе невесту такую. Не знаю, посмотрим. Да, главное, чтобы рыцарство Не переросло в дон кихотство. А так, действительно, Сценарий совершенно киношный. Ну, или театральный, в конце концов. А о том, что прямо сейчас Идет на сценах Крыма И на больших экранах Крыма, Что показывают. Давайте посмотрим вместе. Культурная часть недели Начнется с 23-го чемпионата Официальной Крымской лиги КВН. Семь команд сразятся За звание веселых и находчивых. Борьба будет проходить В творческой обстановке На сцене Ялтинского театра имени Чехова. Среди конкурсных заданий Приветствия, разминка И номер со звездой. На сцене Севастопольского Драматического театра Имени Лавринева Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас». История разворачивается На Урале в предвоенное время. Пьеса основана На документальных событиях Из жизни семьи Владимира Гуркина, Знаменитого драматурга, Известного по фильму «Любовь и голуби». Начало в 19.00. На киноэкранах Сегодня картина «Рокетмен». Это история превращения Застенчивого парня Реджинальда Дуайта, Пианиста из маленького городка В суперзвезду И культовую фигуру Мировой поп-музыки Элтона Джона. Ранее сообщалось, Что из картины Был удален ряд сцен Сексуального характера. Но это не исказило ленту. Жизнь певца Передана с помощью Его знаковых композиций. В кинотеатрах В этот день Аладдин Фантастические приключения Молодого воришки, Влюбленного в дочь короля. Чтобы жениться На принцессе Жасмин, Ему самому нужно Получить титул принца. Помочь Аладдину В этом непростом деле Может только Джин Из волшебной лампы, Хранящийся в пещере чудес. Самому маленькому зрителю По душе придется Анимационный фильм Тайная жизнь Домашних животных 2. Картина продолжает Историю Макса и Дюка, Которые теперь живут Бок о бок И у которых есть Новый друг, ребенок. Они вместе будут Озорничать, Когда дома нет хозяев. Поэтому мультик Поднимет настроение Даже взрослому. А вы знаете, Что домашние животные Не только озорничают, Пока вас нет, Но они еще и перенимают Ваш уровень стресса. Так, например, Шведские ученые Пришли к выводу, Что уровень кортизола Он одинаковый У хозяев И у собак. Причем Предаваться эмпатии Могут не только Собаки и люди, Но еще и оказывается Вороны перенимают У друг друга настроение И даже На принятие решения Влияет то, Что они друг другу передают. Ну и естественно Близкий контакт Каких-либо видов Он всегда выражается тем, Что какое-то животное Перенимает у другого Его состояние. Причем проводили исследования В разное время года И от уровня активности Домашних животных Это не зависит. Так, интересно. Ну, значит, Это свойственно Всем социальным животным. А коты тем временем Сидят и максимально Бибвалентно думают О своем, Совершенно не интересуясь Что там вокруг. Но, а если говорить Бешуток, То это абсолютная правда. Всем давно известная истина, Что животные похожи На своих хозяев. Ну или хозяева на животных. Тут кому как удобнее размышлять. Ну и, кстати, хочется отметить, Чтобы понизить этот уровень стресса, Необходимо гулять На свежем воздухе. Ну или просто сидеть Где-нибудь на лавочке в парке. Вот, например, Если вдруг у вас нет Такого питомца, Который бы составил Вому компанию, Мы можем вам помочь. Чуткая, уникальная Джулия Ищет дом. Послушная, умная, Способная в дрессировке. Возьмите, Никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс 7978-863-1103. Смотришь на Джулию и понимаешь, Никогда не пожалеете. А еще не пожалеете никогда о том, Что заранее узнали курс валют, И тем более цены на топливо. Подготовились, Заправили полный бак в нужное время. И радуйтесь, Что сэкономили. Тем более, Что бензин в цене Немного понизался. Посмотрим, Как там с остальным. Итак, Алиса, Загадка, Которую не раз уже обсуждали с Сашей. А в чем измеряют газ, Нет, Я не знаю. Я не хочу отвечать на твои вопросы, Потому что я даже не думала никогда на эту тему. Газ измеряется. Кубические метры. Да, Либо в литрах. Смотри, Если это метан, То его измеряют в литрах. Если это пропан или бутан, То в кубических метрах. Так вот, 25 рублей 66 копеек Будет стоить единицы измерения газа. Подозреваю, Что литр, Потому что говорим мы про метан. Дизельное топливо за литр Стоит 50 рублей 27 копеек. Ясное дело, Дороже 92-го, Но все еще экономней. А он в свою очередь стоит 45 рублей 88 копеек. Идем дальше, 95-му, Естественно, Дороже 92-го, Но, Обратите внимание, Все еще дешевле дизеля. О чем я говорил. 49 рублей 63 копейки за литр. Но все рекорды, Конечно, Бьет 98-й. Что уж там, Практически 56 рублей. 55 рублей 99 копеек. Но это, Копейка я подозреваю, Что в бак все равно зальется. Знаете, Так случается. Это бензин для автомобилей С мощными двигателями И с большим количеством лошадиных сил. Но независимо от того, Владелец вы такого транспортного средства Или несколько иного, Более экономного, Знать курс валют вам просто необходимо. Потому что рынок сейчас глобальный. И ориентироваться будет не то, Чтобы полезно, А экономически выгодно. Два наименования. Евро и доллар. Начнем со второго. Итак, 65 рублей 23 копейки За единицу, Условную доллара. А это значит, Что в цене он немного понизился. И рубль, соответственно, Стал крепче. Но вот евро немного вырос. Вот такой удивительный рассинхрон. И стоит он 73 рубля 27 копеек За единицу, Условную. Но на самом деле, Такая разница в цене Может быть даже выгодна. Потому что что-то можно продать, Что-то можно купить. Если вовремя Следить за цифрами. С этим, я надеюсь, Я вам и смог помочь Подсказать, Рассказать, А главное, Вовремя предупредить. Что покупать, Что продавать. А что-то можно, например, сдать. Потому что продукцию Пластиковую производителя, Вернее, корпорация огромная, Которая производит продукцию В пластиковых бутылках, Они пообещали стимулировать покупателей Тем, что будут устанавливать В каких-то крупных торговых центрах Автоматы, В которые необходимо будет отправлять Как раз-таки эту пластиковую тару. За это они будут получать скидки В продуктовом магазине Или какие-либо другие бонусы, А потом, Как ответственный производитель, Делать свою продукцию Из переработанного пластика. Знаешь, Новость, Не могу быть не беспристрастным, Действительно хорошая, Но есть одна проблема. Я совсем недавно Попал в ливень И стоял в пробке В связи с этим. И меня удивила картина, Когда у очередного автомобиля Открылось окно И из него просто вылетела бумажка, Обертка из-под чего-то. Мне кажется, Что ответственность за порядок И экологию Должны брать для себя Не только производители Пластиковой продукции, Но и пользователи, Потребители. Потому что, К сожалению, Мусор на улицах появляется Не только потому, Что его продают, Но еще, Ну, Пластик имеется в виду, Но еще и потому, Что его выкидывают. Ну, К сожалению, Видишь, Это направлено на стимуляцию Какого-то, Что может быть, Материальная выгода Постигнет людей Раздельно собирать мусор, То есть, Все-таки разделять. Крымчан, Например, Очень сильно подстегнет, Если наконец-то появится Перерабатывающий пластик, Завод какой-либо. Главное, Перерабатывающий, Не сжигающий, Как мы уже в одном из сюжетов Выяснили. Но, да, Вопрос экологии, Он острым. Ребром стоит не только Для большой земли, Но и для нашего Уютного полуострова. Потому что вы, Я сам думаю, Замечали, Как выглядят на данный момент Свалки в некоторых местах. Но с этим можно бороться, Ситуация не потерянная. Да и вообще, Экология в Крыму Все еще прекрасная. Но задача человека Здесь ее сохранить И даже в какой-то мере Приумножить, Если такое вообще возможно. Но главное, Никак не испортить. Ну, об этом будет Наш следующий сюжет. Давайте посмотрим. Как часто вы обращаете Своё внимание На надписи на батарейках? Дело в том, Что если выбросите урна С обычными бытовыми отходами, То она способна Загрязнить окружающую среду. В ней содержатся Вредные элементы, Такие как кадмир, Тут свинец. Они способны отравить территорию, Равную небольшому огороду. Мало кто знает, Что в городе существуют Специализированные пункты Приема отслуживших Электрических элементов. Так, например, По адресу Карла Маркса 4 Установлен робот, Готовый принять На переработку Ядовитый мусор. За неделю три Где-то Килограмм сто. Батарейки, На удивление, Очень тяжелые. Фактически, По весу металла За неделю Где-то собирается Килограмм тридцать. После сбора Отработанные элементы питания Отправляются в агентство Ртутной безопасности, Где жидкий металл Собирают и деактивируют. Именно он представляет Наибольшую опасность Для окружающей среды. Мы просто очень долгое время Храним батарейки, Не выкидываем их никуда. И не было в Симферополе Место, куда можно было бы Идеть, Где можно было бы Их утилизировать. Когда-то вообще В супермаркетах Были контейнеры, Чтобы их туда сдавать. Но больше контейнеров нет, И теперь приходится Только в мусорку. Но вообще это неправильно. Батарейки нельзя выкидывать, Потому что Они излучают Радиоактивные волны. И тем самым Они не разлагаются в земле. Вместе с горожанами Мы сделали первый шаг К правильной утилизации Опасных отходов. Ну, я думаю, Механизм очень прост. Открываем. Просто кладем Отлично. И все. Батарейки, лампочки Не единственные бытовые предметы, От которых нужно Избавиться экологически корректно. К мусороугрожающему природе Относятся полиэтиленовые пакеты, Сделия из пластика, Стекла и резины. Все они химически устойчивы В окружающей среде. И для их разложения Может потребоваться тысячи лет. Все пластиковые бутылки Маркированы. Маркированы они Либо на донышке, Либо на упаковке, Либо первая маркировка, Либо написано PET. Они перерабатываются. Их нужно сдавать на переработку, Что мы, в принципе, И делаем всегда на субботниках. Для того, Чтобы облагородить среду вокруг себя, Всего-то нужен Мусорный пакет, Перчатки И главное – желание. В Симферополе субботники проходят регулярно, И присоединиться к ним может каждый. Люди активно начинают в этом участвовать, Сами понимают свою ответственность перед природой, Перед Симферополем. Также в других городах тоже проходят, конечно, субботники. У нас был, наверное, Самый запоминающийся субботник – Это 16 апреля на водохранилище, Когда планировалось очень большой субботник устроить, Но погодные условия нам помешали. Однако около 30 самых отважных человек Все равно посетили субботник, Внесли свой вклад. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде Нужно с самых ранних лет. Ведь именно на плечи подрастающего поколения Мы перекладываем все сегодняшние Нерешенные экологические проблемы. Всегда, когда у нас во дворе субботник, Мы убираем весь двор, чистим. А что ты чувствуешь, Когда ты убираешь мусор? Чувствую гордость, Что наш двор будет чище, И очищу землю, Чем-то помогу миру. Изменить экологическую обстановку По силам любому человеку. Например, вещи или игрушки, Которые вам уже не по душе, Можно передать в многодетные Или малоимущие семьи, Где им будут рады. Ведь дарить не менее приятно, Чем получать подарок. Пусть Крым будет чистым! Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Так, дайте угадаю. Если вы не следите за бензином И курсом валют, Значит, вам нечего заправлять, Ну, либо вам очень повезло. Но и в первом случае вам повезло, Потому что у нас в гостях Дмитрий Кобяков. Это ведущий менеджер Отдела продаж автоцентра Бликавто. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Дело в том, что этому автомобилю Шкоди уже 120 лет, Но есть и собственный особый юбилей 60 лет модели Октавиа. Расскажите немножко фактов. Да, действительно. В далеком 1959 году Была выпущена первая Шкода Октавиа. Почему Октавиа? Название произошло от латинского Окто 8. Это была восьмая модель В истории бренда. Модель выпустилась в 1959 году И выпускалась вплоть до 1971 года. 12 лет хотел бы обратить внимание На эту цифру, потому что мы еще к ней вернемся. Тут какие-то связи, да? То есть 8 в названии, 12 лет вы отмечаете. Секундочку, я сейчас все объясню. На тот момент это был Двухдверный заднеприводный седан, Который уже тогда позиционировался Как семейный надежный автомобиль. И спустя небольшое время Когда Шкода Перешла под управление Такого большого гиганта, как Фольксваген В 1996 году Было выпущено Первое поколение Современной Шкоды На тот момент это был Передовой автомобиль Со всеми технологиями Востребованными в то время И доступными в то время И выпускалась опять же Эта популярная модель Первое поколение С 1996 по 2010 год Здесь уже модель В первом поколении Продержалась 14 лет То есть переплюнул Своего предшественника Который был выпущен в 1959 году Второе поколение Было выпущено в 2004 году Третье в 2013 Рестайл третьего поколения Сейчас представлен Во всех официальных дилерах Это современный, надежный Автомобиль с красивым дизайном С множеством Симпли-клевер решениями И ассистентами водителя Так, ну что же Заинтересовали Сразу скажу вам Что это за решения такие? Все владельцы Шкод Знают, что такое Симпли-клевер Это множество Таких незаметных помощников Для водителя Такие как Сетки в багажниках Крючки Розетки Столики на спинках Передних сидений Для второго ряда пассажиров С подстаканниками Ну, Шкода Она пропитана Просто всеми этими мелочами Дословно, если переводить Симпли-клевер Это маленькие хитрости Которые всегда помогают водителям Зонтики в дверях Зонтики в дверях? Многие отмечают Что такие вещи Как зонтики в дверях Предоставлены В премиум-классе В таких автомобилях Как Бентли Ну, понятно Там сами зонты Немного дороже И немного побольше В размерах Но всегда удобно Любой пассажир знает Что если начался дождь Он может открыть дверь Достать зонтик И спокойно пройти под дождем А, кстати, рассказывали Что, оказывается То есть, действительно В автомобилях есть зонтики Там иногда даже Какие-то курточки для собак Где можно найти этот перечень О том, что положено Чтобы было в автомобиле новом Полная вот комплектовка На социальных сайтах Бликавто Там предоставлен Весь перечень Оригинальных аксессуаров Там их огромное множество Там позаботились Не только о самих пассажирах Но и об их маленьких питомцах Как вы верно заметили И о детях Автомобиль семейный Он предоставлен Для покупателя Уже готовый Для отдыха В них во всех Что такое Шкода? Шкода это всегда Надежность Безопасность Комфорт Большой салон Огромный багажник Какая бы эта Шкода ни была Ну и соотношение Цена-качество Ну, хочу признаться Что как водителя Вы меня еще одним утверждением Заинтересовали Некие ассистенты Помощью водителя Что это такое? Как это работает? Все автомобили Шкода Вы же знаете Что она входит В большой концерн ВАГ Где представлен И Вольцваген И даже автомобили Премиум класса Такие как Ауди Вот Поэтому не стоит Удивляться Что в Шкоде Представлено Столько Безопасных систем Скажем так Ну, одна из моих Любимых Наверное Это контроль Дистанции спереди Как называется Фронт ассист Приведу Маленький пример Приезжал недавно Клиент Говорит Дмитрий Вспомнил тебя Буквально недавно Посадил друга за руль Ехали по трассе И перебегала дорогу Женщина с ребенком Я кричу Тормози Друг путает педали Нажимает вместо тормоза На газ И несется с огромной скоростью На эту пару людей И говорит Когда машина В 30 сантиметрах Остановилась Сама остановилась Перед людьми Я просто Говорит Вспомнил тот момент Как ты мне вручал ключи От этого автомобиля Вот видите Вроде бы мелочь А спасла Двух людей от смерти Двух от тюрьмы Также есть помощники При парковке Движение По полосам Ассистент парковки Представлен даже С прицепом В помощь водителю Адаптивный круиз-контроль Когда машина сама Тормаживается И сама трогается Она может привязаться В общем этих решений Множество То есть это практически Автопилот Да А скажите пожалуйста Какая самая популярная модель И почему Как бы ни считали Что все-таки Суперб Это флагман Марки Шкода Но Октавия Это машина-легенда Она пользуется Спросом Не только в Крыму Не только в России Эту машину Очень любят Даже в Германии Ну недаром Она была признана Автомобилем года В Германии Ну Автомобилем Понятно Средним В своем классе И журнал Автомотор В Германии Как раз признал В 2017 году Эту машину Автомобилем года Ну что же И в заключение Хотелось бы Поуслышать Финальные слова Почему все-таки Шкода Максимально коротко И о главном Чтобы вот зритель Сразу понял Главный тезис Шкода Это не просто машина Отдавая Каждый автомобиль В нашем салоне Мы всегда Людям говорим Что теперь У них новый Член семьи За которым Так же Как и за питомцами Придется ухаживать Следить А он им будет Служить вера и правда Это семейный Надежный Безопасный И комфортный Автомобиль С огромной линейкой двигателей Который удовлетворит Любого водителя Начиная От спокойной Семейной езды И заканчивая Агрессивной И динамической Ну что же Спасибо вам большое За такую убедительную речь Я напомню Что у нас был Дмитрий Кобяков Это ведущий менеджер Отдела продаж Автоцентра Блик Авто И еще напомню Что после покупки Своего нового Любимого автомобиля Желательно установить На него авторегистратор Во-первых Для вашей же безопасности А во-вторых Так у вас больше шансов Попасть в нашу следующую рубрику Смотрим прямо сейчас Обрушившийся на полуостров Шторм Жители некоторых районов Крыма Запомнят надолго Начнем с видео Которыми активно делятся Пользователи социальных сетей Вот что произошло С улицами Севастополя Для того Чтобы сесть в маршрутку Людям приходилось Буквально плыть По проезжей части Дождь снаружи И внутри Из-за обильных осадков Даже в салонах Общественного транспорта Образовывались лужи Кто-то по колено А кто-то и по пояс В воде Собираясь в группы Люди пытались Пересечь улицу По одиночке Это слишком опасно Удивительно Но даже в таких условиях Крымчане находили Повод пошутить Говорят, что для полноты Ощущений Волн не хватает Затруднила непогода И работу спецтехники Окруженная потоками воды Машина заглохла Как водитель добрался До безопасного места Трудно представить Шквалистые дожди И град Это повышенная опасность Для автомобилистов Не обошлось Во время шторма На полуострове И без аварий На кадрах Снятых на регистратор Видны последствия Одной из них На этом видео Симферополь Площадь Советская По какой причине Рекламный дисплей Загорелся Неизвестно Важнее то, что пожарным Удалось быстро Разобраться с очагом Воспламенения А вот так происходит Очистка реки Салгир От грязи и мусора Видеоролик активно Обсуждают в сети Одни пользователи Рады началу работ Ожидают перемен Другие не могут понять Чем поможет Перекладывание грязи С места на место И снова Столица полуострова В районе Куйбышевского кольца Водитель иномарки Снес дорожное ограждение По словам мужчины Он не справился С управлением Транспортным средством В чрезвычайной ситуации Обошлось без пострадавших Недалеко уходя От Крымонлайна Хочется отметить Что постоянным героем В нашей рубрике Стал перекресток На Чехово-Красноармейской Местные жители И пользователи сети Часто говорят о том Что это заколдованный перекресток Так часто там Случается аварий То есть действительно Когда уже Это происходит Некоторые Интернет-пользователи Даже не удивляются И пишут комментарии Что давненько Что-то не было слышно Об этом перекрестке К счастью Теперь там установили Лежачие полицейские Потому что видимо Не обращают внимания На знаки Которые там есть И это возможно Снизит аварийность Потому что только За 2019 год Там уже было Около 70 аварий И официальной статистики Этому конечно нет Но в соцсетях Видео с этого перекрестка Появляется Несколько раз в день Бывают такие дни Что там какой-то прям Особый урожай Поэтому будем надеяться Что об этом перекрестке В том Заколдованном смысле Котором мы с вами Его знаем Мы забудем совсем скоро Да Но в общем есть Такие всеобщие Универсальные правила Это быть внимательным Всегда смотреть на знаки А главное Не спешить Потому что как известно Можно не только людей Рассмешить Ну и может все Закончится плачевно Как это на перекрестке Периодически и случалось На самом деле В Симферопу Это ситуация нередкая Когда перекресток Скажем равнозначный Но водитель По правую руку от тебя Ведет себя Не так как должно быть Или напротив Водитель по левую руку Который по идее Должен уступить тебе На самом деле Спешит на всех парах Сигналит Еще я думаю Что многим автомобилистам Знакомо Остановится Приоткроет окошко И скажет Что ну в общем Хорошего дня тебе Ну или что-нибудь подобное Но у меня есть новости Несколько из одной плоскости Не знаю Алиса Сейчас проберет ли тебя Ностальгия Но вот лично Меня пробрала Суть в чем Самая продаваемая Портативная игра Ну что это может быть По твоему Ну какой-нибудь Тамагочи Очень близко А Тамагочи Мы кстати тоже Недавно говорили Но нет Это Тетрис В принципе В принципе логично Ну потому что Действительно им заболели Многие дети Причем я даже не знаю Он же несколько десятилетий Держал Да Так вот Дело в том Что Тетрис Ему буквально на днях Исполнилось 35 лет И самое интересное Что он ни разу Не вышел из продаж Его до сих пор Качают люди На свои мобильные телефоны На смартфоны Конечно же Уже никто не покупает Тетрис отдельно В виде портативной платформы Но вот что интересно Я немножко покопался В сети И оказывается Происходит Это слово Это производное слово И сочетание двух других Это Тетрамино И теннис Мне всегда было интересно Что значит Тетрис Тетрамино Это такой вид мозаики Когда ты собираешь Разноцветные фигуры В общий рисунок А теннис Ну это ясное дело Когда мячик с одной части поля Прыгает в другую Сходство конечно Проследить сложно Но смысл такой Разработан он между прочим Значит инженером Кибернетиком советским Советским? То есть это еще и советское изобретение? Абсолютно Да В участвительном центре Академии наук Советского Союза Кстати Говоря об этом Интересный момент Что музыка из Тетриса Она же на западе Считается именно советской музыкой И большое количество Музыкальных произведений Парадийного комедийного характера Делается под музыку из Тетриса Ну вот это замечала Но вот о принадлежности Советскому ученому Этого изобретения Никогда бы в жизни не подумала Ну и кстати Очень часто Какие-то произведения Которые у нас Воспринимаются Как исключительно Западные Они оказываются Выходцы Из Из Советского Союза И России Как например Кстати Мелодия колокольчиков Которая очень популярна Как американская Рождественская песенка А оказывается Это на самом деле Веселые колокольчики Ты имеешь за это? Ну А это на Рождество В основном играет Песенка Я не смогу ее напеть Потому что я не хочу Чтобы наши зрители сейчас Мы бы очень попросили В своей студии Но увы Да Ну знаешь Я вот все Теперь жду день рождения Змейки Потому что вот что Нервы делала мне в детстве Так это эта змея У меня будет 16-го Не переживай Да? У нее будет? Да, совсем скоро У меня У меня А, нет Мы говорим про другую змейку Вот Но да Смысл в том Что времена идут Все меняется Но какие-то вещи Новые остаются в нашей памяти И пусть даже мы ими не пользуемся Все равно мы в любой момент Их узнаем В любой момент Мы можем их в конце концов Открыть и скачать В сети интернет Между прочим Даже так это происходит А все почему? Потому что Живем мы в эпоху Цифровую Когда информация Вляет самым дорогим ресурсом И главное Что все Что попадает в сеть Остается в ней навсегда Об этом стоит помнить Героям нашей Следующей рубрики Поэтому давайте вместе посмотрим Самые актуальные Видео из сети Невероятную реакцию Продемонстрировал водитель Газели Мужчина умудрился Выпрыгнуть из кабины За секунду до аварии Как стало известно У фуры отказали тормоза И она врезалась в машину В которой в этот момент Находился человек К счастью Благодаря быстрой реакции Удалось избежать жертв А вот Газель приняла удар на себя И оказалась сильно повреждена Шокирующее безразличие Проявили водитель трамвая И пассажиры в Новосибирске Они вынесли из салона Мужчину с признаками инсульта Уложили на асфальт И оставили умирать Некоторое время Женщина, управлявшая трамваем Колебалась Но, видимо, равнодушие победило Меньше чем через минуту Транспорт отправился дальше Скорая помощь, которую вызвали Случайные прохожие Приехала через 25 минут В Казахстане Лось разбил окно И пробрался в спортивный колледж Причем больше всего Его заинтересовала библиотека Около часа Животное простояло Возле шкафа с книгами Сотрудники учебного заведения Вызвали полицию А заодно и биологов Сбежала парнокопытная Тоже через окно Но только при виде людей в форме В Великобритании Сотни людей бегали за сыром На самом деле Это забава для смельчаков Такому необычному соревнованию Не одна сотня лет При этом бывает Что участники получают Серьезные травмы И даже переломы Фестиваль, который Привлекает участников Со всего мира Полиция неоднократно Пыталась запретить Однако традиция побеждает И каждый год Группа смельчаков Несется с вершины холма След за сырной головкой В Астрахани Приморские рыбаки Остались без улова Вместо него В воде они обнаружили Крокодила Крупный хищник Отбил мужчинам охоту Забрасывать удочки На реке Раздольной До этого встречали Двухметровых сомов Но таких обитателей Здесь еще не видели В Подмосковье Появился свой Петергоф А точнее Прототип Его знаменитого фонтана Струи воды Вырвались из-под земли На месте строительства Новой дороги Скорее всего Причиной могли стать Неправильные действия Рабочек Которые повредили Водопровод А в Санкт-Петербурге Бабушки ходят в гости По строительным лесам Да еще и пятого этажа Прохожие засняли На видео Как пожилая женщина Прогуливалась По стройплощадке Бабуля шла к соседке Ведь в доме ремонт Который как известно Веселее переживать В компании Тем более Когда срочно Понадобилась соль Да, конечно Виражи Женщина устроила потрясающе Я лично высоты очень боюсь Но да Сам понимаю Что когда ты готовишь И тебе очень не хватает соли Полезешь хоть по лесам Хоть просто через окно Потому что Одеваться и спускаться вниз В магазин Ну это просто самое ленивое Что можно себе представить Но От веселок К новостям Немного более грустно В Москве Стали распространяться Антикафе Животной направленности Где пушистые Или даже пернатые друзья Летают вокруг вас И за определенную доплату Можно посетить Столик Точнее Заказать себе столик Вместе с другим посетителем Вот например Там с совушкой Как в одном из кафе И проблема в том Что полярные совы Конечно К такой жизни не приспособлены Это дикие животные Которым подавают Собственно говоря Полярную тайгу И насколько я понимаю То есть это все В дневное время происходило Вряд ли ночью работали И вот проблема в том Что из-за высокой стрессогенности И плохих условий содержания Совы стали гибнуть И всех работников Этого кафе Которые об этом сообщают Тут же увольняют Или угрожают им Даже как я понимаю Какими-то юридическими санкциями Я не знаю Чем здесь можно угрожать Но к сожалению Друзья Очень важно Не путать антропоцентризм И гуманизм Мы не имеем права На дикую природу А лишь можем быть частью ее Благодарны ей за все За то Что мы как минимум Из нее вышли Это к сожалению Совсем не сказка А грустная И реальная жизнь Но с которой можно Работать А если говорить уже Про сказки И тем более про стихи То давайте обратим внимание На номер Одного из победителей Республиканского конкурса Штецов В честь 220-летия Пушкина Жил-был поп Толоконный лоб Пошел как-то поп по базару Посмотреть Кое-какого товара Навстречу ему Балда Идет сам не зная куда Что, батька Так рано поднялся Чего ты взыскался Поп ему в ответ Нужен мне работник Повар, коню и плотник А где мне найти такого Служителя Не слишком дорогого Балда Балда говорит Буду служить тебе славно Усердно И очень исправно В угод Затыщил как тебе полбу Есть же мне давай Вареную полбу Призадумался поп Стал себе почесывать лоб Щелк-щелк Ветерось Да понаделся он на русский Авось Да, не стоит надеяться На русский авось Потому что знаем И к чему приводят Такие полагания Да, а на технологии Между прочим Можно понадеяться Вот Алис решил Сводить тебя к морю Скажем так В честь нашего С тобой маленького Дебюта Давай посмотрим Как дела Постоят в новом свете И поговорим об этом Такое ощущение Как будто бы сейчас Или закат Или солнце там не встало Но я думаю Что виной всему Пасмурность Потому что это единственное Объяснение Почему не видно Этих лучей Которые играют На водной гаде А знаешь Мне кажется наоборот Солнце сейчас бьет Ровно в камеру И таким образом Нарушает контрастность Тогда бы было Все-таки другое освещение Вот на площади Ленина Мы знаем Давай отправимся На площадь Ленина Если у нас есть такая возможность Поищем Может быть площадь Ленина А может найду что поинтереснее Все-таки хочется тебе провести Знаешь полноценную экскурсию Просто потому что Там я точно знаю Что там расположена так камера Что там свет попадает Как раз именно В зрачок этой камеры Если можно так сказать В обе-хип я думаю Можно и так А можно и не так И поэтому То есть там я точно знаю Какое состояние на улице Если все выглядит не так Как есть Площадь Ленина Тебе не покажу А вот Ялту С камерой установленной На смотровой площадке Покажу с удовольствием Да действительно Ты права пасмурно Но несмотря на это Можно на этот город смотреть Действительно Во-первых морской горизонт Морская гладь Хоть и сероватая А главное Что настолько зеленый город Среди хвои Расположены эти многоэтажные дома Ну я не знаю Как по мне Выглядит все заманчиво Ну Ялта манила Всегда туристов Всех времен И народов Потому что Многие так и хотели Обосноваться в Ялте И к счастью Для нас Очень многие деятели культуры Полюбили это место И описали их у себя На страницах дневников Как минимум Да правильно Но я предлагаю Отправиться еще куда-нибудь Посмотрим Куда нас может занести Завести Точнее по тропам интернета И знаешь Я вот нашел Думаю что вполне интересно Будет глянуть Севастополь Вот Здесь людей кстати говоря Обратите внимание Побольше Во-первых Видимо уже Севастопольцы спешат на работу Встали с утра пораньше А это между прочим Хороший совет И вам рекомендуем А возможно это еще потому Что камера установлена В людном месте Да Вполне возможно Ну и к тому же Ялта Знаешь Камера установлена Высоко Людей разглядеть не получилось бы Но Здесь тоже облачно Как мы обещали по прогнозу погоды Но главное Что видно море Вот Чуванам Симферопольцам Никогда наверное Не понять Какого это идти на работу По правую или по левую руку А тебя море А севастопольцам Никогда не понять Как это жить в городе В котором нет моря Да и вообще в принципе Людям которые живут в Крыму И не видят моря ежедневно Это конечно Немножко странно И даже грустно В какой-то степени Ну а нам пора Отправиться куда-нибудь На улице Симферополя Потому что там Развернулись нешуточные войны В которых разбиралась Наш корреспондент За последние годы По всему Крыму Установили сотни Новых детских площадок Они становятся ярче Интереснее по дизайну А главное безопаснее Только в Симферополе В этом году Построят 22 игровые зоны На что из бюджета Выделят 20 миллионов рублей Жильцам улицы Мичурина повезло Здесь на расстоянии 100 метров Находятся сразу две площадки На одной из них Современные детские качели Однако никто здесь не катается И детские голоса так и не звучат Потому что находится она За двумя заборами Это образец технических И творческих решений Конечно, ведь площадка Стала подарком от города За победу в конкурсе Лучший двор многоквартирного Жилого дома Год назад ее помпезно Открыли в присутствии Местных депутатов Откройте, пожалуйста, площадку Но почему-то до сих пор У ребят этого двора Детство проходит за калиткой И попасть на новенькую И оборудованную площадку Малыши не могут В данном случае идет прямое нарушение Потому что специально эти площадки Закупались В среднем их стоимость Мы составили полтора миллиона Для того, чтобы дети на ней играли Если она закрыта То нужно просто гражданам, которые Проживают в данном доме Письменно обратиться В администрацию Играть приходится в другом месте Где несколько простых качелей Пара турникетов Каменная лошадь, как пережиток советского прошлого Пустая песочница и скамейка Сделанная своими руками Собственно, как и все здесь Ничего Ни скамеечек Ни цветочков Ни песочницы Ну не было абсолютно ничего И вы решили своими силами? Ее благодарить Потому что появились дети И детям где-то нужно играть Но и на эту игровую зону Пускают не всех На заборе табличка В которой четко прописано Играть на площадке Могут только те дети Чьи родители принимали участие В ее создании В соцсетях разделились На два лагеря Сторонников общей территории И тех, кто не готов Делиться качелями с другими Понятное дело Всем жалко свой труд Если приходят и портят Но площадка в общем дворе А не в частном Все правильно Надо было приходить И участвовать в строительстве площадки Или хотя бы скинуться деньгами Не у всех есть возможность скинуться Я считаю, что можно быть добрее А не таким мелочным Особенно, что касается детишек Жильцы многоэтажки На преддомовой территории Которой расположена площадка Информацию на табличке опровергли Мол, играть могут все Но только в дневное время Вечером она закрыта Чтобы качели и горки Не разрушили вандалы Пока было не огорожено Здесь просто вот выкопали Все, что здесь было Вот турник остался один С тех времен И турник остался второй И таких родителей Которые хотят уберечь Детское имущество Немало Неудивительно, что Количество возводимых Вручную горок Тоже становится больше А заборы выше А вот эта площадка Это вот плоды трудов Небезразличных Инициативных жителей Которые не ждут чего-то И кого-то И от кого-то А которые просто берут В руки инструмент Берут краски Кисточку И вот возводят Так, как они могут Но почему-то на площадке Сейчас пусто и уныло Спорная территория Оказалась не только Под родительским надзором Но и железным замком Закрывать доступ На детскую площадку Конечно, никто не имеет права В любом случае Даже устанавливать ограждения Как я уже говорил Они имеют право Только с разрешения города Так же, как там Установка ограждений Установка калиток И пока детские площадки пустуют Местные власти признаются Сегодня решить такие вопросы Можно только уговорами Инструментов Сделать территорию детства Доступной каждому ребенку Нет ни у чиновников Не у родителей С Илья Салямова Андрей Псом Утро нового дня Две хорошие новости Первая Уже прошел целый час Нашего эфира А значит, вы должны были Успеть проснуться Зарядиться нашей бодростью духа Ну, просто всей той энергетикой Что мы вам дарим Но есть и вторая новость Еще ровно час С восьми до девяти Мы будем радовать вас Точно так же новостями И с всем самым актуальным В прямом эфире Сразу на двух телеканалах Это Первый Крымский И Крым 24 Радовать вас будут Алиса Трояна и Артем Андроновский И наши корреспонденты Которые подготовили Свежие новости Происходили на выходных Очень много событий И у нас с вами Есть возможность Узнать из первых уст О жизни в Крыму С такой целью На полуостров приехала Делегация из стран Евросоюза Для них организовали Ознакомительную экскурсионную программу В рамках которой Иностранцы могли посетить Знаковые объекты республики И лично пообщаться С местными жителями Изменилось ли представление Европейских гостей? Ответы в нашем следующем материале С визитом в Крыму Находятся жители Люксембурга Представители различных национальностей Немцы, бельгийцы, французы, итальянцы Греки, поляки Всего 14 человек Это общественники, журналисты, предприниматели Многие из них Пятый год путешествуют по России И сейчас добрались до полуострова У них была насыщенная программа Иностранцы проехали постройки века Останавливались в Судаке, Севастополе, Ялте Были с экскурсией в Симферополе Несмотря на санкции Они приехали узнать из первых уст Чем живет Крым и крымчане Это уникальный опыт И я думаю Мы можем сделать новое Создать новые отношения Я думаю Больше людей Будет приехать В Крым Потому что Я очень рад Это очень красивый Красивый полуостров Также иностранные делегаты Встретились с крымскими парламентариями Стороны обсудили современное положение региона Вопросы развития народной дипломатии А также перспективы дальнейшего сотрудничества Обменялись и памятными сувенирами К сожалению, сегодня официальная дипломатия Не приносит тех результатов, которых мы сегодня все ждем Поэтому И об этом говорит часто и министр иностранных дел Российской Федерации Господин Лавров Он придает огромное значение Именно народной и общественной дипломатии Мало того, я Я с уверенностью могу заявить Что мы прорвали ту информационную блокаду Которая существовала три года назад Два года назад Сегодня этой блокады уже не существует В ближайшее время ожидается прибытие Еще двух иностранных делегаций В июле Крым посетят немецкие бизнесмены Их интересует сельское хозяйство и туризм А в октябре прибудет смешанная делегация Из Германии и Норвегии В ее состав войдут политики Екатерина Серегина, Александр Чукалов и Андрей Трещук Новости 24 Воздушные бои, трюки и одиночный пилотаж В Севастополе прошло закрытие конкурса «Авиадарт» 2019 Также для жителей и гостей города подготовили масштабное авиашоу Над городом парили стрижи, беркуты, соколы России и русские витязи Увидела невероятные маневры летчиков И пообщалась с победителями состязаний Наш собственный корреспондент Анастасия Соснина Лучшие летчики вооруженных сил страны В течение двух недель демонстрировали на полуострове Технику пилотирования, воздушную разведку И боевое применение навигации В рамках всероссийского этапа конкурса «Авиадарт» 2019 Победу одержала 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа Команда «Победитель» представит нашу страну на международных соревнованиях Она будет состязаться с представителями Китая, Белоруссии и других стран мира Поэтому отдыхать времени практически нет Летный состав готовится ежедневно, ежегодно Естественно, у нас боевая подготовка не прекращается ни на секунду Уже не первый раз наше летчикообъединение завоевывает Или подтверждает, что они одни из сильнейших военно-воздушных сил Сегодня, конечно, я горд за своих летчиков Профессия летчика опасна и трудна Но, несмотря на это, о ней с детства мечтают многие мальчишки Одним из таких был Александр Чернышев Чтобы служить на боевом вертолете Ми-8 НТВ-5 Прошел через тернии к звездам Это очень долгая и кропотливая работа Которая начинается у каждого летчика как минимум 5 лет назад С курсантской лавки, так сказать И этот путь очень долгий в небо Необходимо многому научиться Конечно же, перед каждым вылетом присутствует некоторое волнение И в то же время восторг от полета Настоящее воздушное шоу увидели жители и гости города-героя Над акваторией Севастопольской бухты Как стая гордых птиц парила авиатехника России Построение в воздухе и высший пилотаж Экипажи авиагрупп стрижи Русские витязи и беркуты удивили как могли Вы только посмотрите, соколы России На новейших истребителях демонстрируют сложные боевые действия А таких трюков просто захватывает дух В центре города увидеть авиашоу собрались тысячи людей После увиденного эмоции переполняли каждого Нам очень понравилось это шоу Так как ребенок это видел первый раз С вами мы с Североморска И у нас такого не происходит Мы восхищаемся силой, мощью нашей авиации То, что видел здесь, это действительно Поднимает патриотические чувства И такая гордость берет Каждый год участники конкурса Авиадарцы удивляют мастерством и смелостью Выполняя в небе крутые виражи Анастасия Соснина, Александр Бухтияров Новости 24, Севастополь В том же Севастополе 7 июня Это в эту субботу Размыло брусчатку Причем размыло ее не первый раз Такое уже было в 2018 году И сейчас пришлось установить движение Потому что на улице Котовского Смыто все ливнем Поэтому будет восстанавливаться сейчас В срочном порядке этот участок дороги Но событие так себе, конечно Ну да, я думаю, что ливень не остался незамеченным Ни для кого из наших телезрителей Мы, конечно, к нему вернемся еще и позже Но стихийное бедствие было на самом деле высоким Я сказал бы масштабным оно было Потому что сам в него попал И был, между прочим, как бы скажем так В центре города У меня, да, погодная ненастья заставала врасплох Но чтобы оно не заставало врасплох наших телезрителей Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию прогноз погоды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, если вы из Жанкоэ, Керчи или Феодосии Вам считаете повезло Потому что сегодня у вас, ну, просто солнечное, чистое небо Во всем остальном Крыму облоченность Причем радикальная, мы в этом уже убедились И возможен дождь Но может обойдется и без него Я думаю, что наш мобильный корреспондент Который совсем скоро выйдет на связь Об этой ситуации расскажет поподробнее Но тем не менее, пока что погода сохраняется теплая Потому что во многих местах сегодня плюс 29 Это говорит о том, что будет достаточно жарко Несмотря на пасмурную погоду Да, и поэтому самое время, если начнет накрапывать дождь Спрятаться от него в каком-нибудь интересном заведении Или посетить мероприятие Ну, или в конце концов сходить в кино О том, чему можно посвятить свой вечерний досуг сегодня Прямо сейчас вам и расскажем Культурная часть недели начнется с 23-го чемпионата Официальной Крымской Лиги КВН Семь команд сразятся за звание веселых и находчивых Борьба будет проходить в творческой обстановке На сцене Ялтинского театра имени Чехова Среди конкурсных заданий Приветствия, разминка и номер со звездой На сцене Севастопольского драматического театра Имени Лавренева Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» История разворачивается на Урале в предвоенное время Пьеса основана на документальных событиях Из жизни семьи Владимира Гуркина Знаменитого драматурга, известного по фильму «Любовь и голуби» Начало в 19.00 На киноэкранах сегодня картина «Рокетмен» Это история превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта Пианиста из маленького городка в суперзвезду И культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера Но это не исказило ленту Жизнь певца передана с помощью его знаковых композиций В кинотеатрах в этот день Аладдин Фантастические приключения молодого воришки, влюбленного в дочь короля Чтобы жениться на принцессе Жасмин, ему самому нужно получить титул принца Помочь Аладдину в этом непростом деле может только Джин из волшебной лампы, хранящейся в пещере чудес Самому маленькому зрителю по душе придется анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2» Картина продолжает историю Макса и Дюка, которые теперь живут бок о бок и у которых есть новый друг – ребенок Они вместе будут озорничать, когда дома нет хозяев Поэтому мультик поднимет настроение даже взрослому А в Краснодаре тем временем происходит настоящее Казаностро Ну то есть киношная ситуация абсолютно как раз в тему кофиши, о которой мы сейчас говорили Значит, обиженный кредитор, по делу которого сейчас происходят судебные заседания Отправил в суд документы письмом Но к ним он приложил кое-что интересное А именно репродукцию картины голландского художника Герарда Давида В которой, как ты думаешь, как картина называлась? Я знаю, как называется картина, потому что новость действительно пестрила во многих информационных агентствах Называлась она «Сдирание шкур из продажного судей» Да, и в суде шутку, скажем так, не оценили Ну, понять на самом деле можно такие намеки И сейчас попросили кредитора пояснить, объяснить ситуацию Конечно же, в зале судебного заседания Ну, конечно, то есть была такая новость Но потом вышло обновление о том, что судья все-таки решил не воспринимать это как обиду И просто отнестись к такой выходке И просто на будущее указать, что не стоит так делать Обижаться и обижать других людей Ты знаешь, а может быть и правильно Потому что, когда мы работаем над своим чувством юмора В первую очередь нужно уметь смеяться над собой И даже если шутка порой обидная Иногда, наверное, лучше простить, да, глупость обидчику Чем портить настроение целый день себе Ну вот, кстати, обиделись очень сильно девочки в гимназии в Перми Потому что был установлен разный проходной балл Эта история взорвала просто интернет Потому что для мальчиков он был гораздо ниже Потому что, по словам директора школы номер 4 Мальчики в будущем становятся руководителями И поэтому, тем не менее, в школе они обладают неусидчивостью Поэтому им можно простить какую-то более низкую оценку При этом родители девочек более прилежных возмутились И теперь директора будут действительно наказывать За такое неравенство в начальных классах И не даром совершенно правильно Потому что нужно больше правильных и грамотных книжек читать О природе человека и правильной половой разнице Ну что же, а, кстати говоря, от чтения книг Между прочим, в Ялте, насколько я знаю Расположена настоящая книжная аллея Не верите? Да мы вам сейчас покажем Есенин, Цветаева или же Чехов Перед настоящим книгоманом зачастую становится вопрос Произведение какого автора выбрать для прочтения Чем больше экземпляров, тем труднее определиться А здесь их огромное множество Третий Ялтинский фестиваль книжной аллеи Собрал тысячи историй на любой вкус Тут представлены санкт-петербургские и крымские издательства Всего работает 12 павильонов А наибольшим спросом пользуется детская литература Моей дочке три года Поэтому ее интересуют, конечно же, картинки яркие, красивые И чтобы можно было разобрать, какое животное нарисовано И чтобы был какой-то текст небольшой И чтобы он был понятен ребенку В рамках данного фестиваля можно проконсультироваться И подобрать подходящие книги Не обошлось на мероприятии и без именинников 6 июля Крымской газете исполнится 85 лет В преддверии знакового дня Коллектив издания проводит праздничные информационные мероприятия На этой тематической площадке профессионалы своего дела Общаются с читателями, делятся планами на будущее И, конечно же, рассказывают о прошлом На экране репортажи и интервью с работниками Одного из самых читаемых печатных издательств полуострова Мы презентуем нашу газету Мы говорим о том, что мы сделали Что сделали и наши коллеги за все это время Газета переросла в медиахолдинг У нас сейчас есть и журнал, который мы сегодня тоже презентуем У нас есть информационное агентство Это тоже немаловажно, что мы идем ногу со временем Наша история на страницах Крымской газеты На этой площадке расположилась и тематическая фотовыставка Некоторым из представленных снимков 20, 30 и даже 40 лет Присутствуют здесь и люди, которые могут рассказать о каждом из них в подробностях Работа в Крымской газете – это, в общем-то, для меня вся жизнь Поскольку мы приехали сюда с мужем в Ялту Я начала работать в Крымской газете Но это было 45 лет назад И вот до сих пор работа уже не в Ялта, правда, в Симферополе Я горжусь, что коллектив у нас небольшой, а сделали мы очень много Уникальность фестиваля подчеркивает обилие малоизвестных, небольших издательств Заработанные средства идут на их развитие А потому можно сказать, что книжные аллеи – это необычный, действенный метод связи читателя И тех, кто занимается выпуском произведений Магазин берет напрямую реализовывать книги у издательства И, собственно, это будет очень хороший толчок привозить новые проекты Самые замечательные новинки можно найти действительно, если успеете Потому что разкупают Днем книжная ярмарка, а вечером тематические концерты В рамках фестиваля каждый найдет себе занятие по душе По сложившейся традиции, книжные аллеи будут работать на набережной имени Ленина в течение месяца По мнению крымчан и гостей полуострова, это еще один повод посетить Ялту в начале курортного сезона Стефан Филатов, Сергей Козырь, Утро нового дня Есть книги новые, есть книги старые, но все еще невероятно актуальные Например, это работы Пушкина, которому, кстати, совсем недавно, 6 числа, исполнилось 220 лет И в ее честь участники республиканского конкурса штецов Значит, зачитали свои произведения И сейчас мы можем посмотреть на одного из победителей Чертки встали в кружок Делать нечего Собрали полный оброк Да взвалили на балду мешок Идет балда, покрякивает А поп, завидя балду, вскакивает За попадьей прячется Со страху корячется Балда тут его отыскал Отдал оброк Клад и требовать стал Бедный поп подставил лоб С первого щелка Прыгнул поп до потолка Со второго щелка Лишился поп языка А с третьего щелка Вышибло ум у старика А балда приговаривал сукаризной Не гонялся бы ты поп за депутинги И не стоит гоняться не только за этим А и за попыткой лишний раз сэкономить Не разобравшись в ценах на рынке Для этого здесь я Движемся вместе со мной Посмотрим внимательно Сколько стоит на рынке горючее Вот тогда уже можно будет понять Где сэкономить А где наоборот Можно даже, знаете, еще и подзаработать Но об этом чуть позже Когда будем говорить про валюту Итак, газ за литр 25 рублей 66 копеек Это самое дешевое и горючее топливо на рынке на данный момент Но установка системы При помощи которой он работает Обойдется вам ни в одну копейку Я вам скажу Дизельное топливо почти в два раза дороже Стоит 50 рублей 27 копеек 92-й бензин уступает в цене Но и проигрывает в экономности Потому что, конечно же, расход на 92-м будет побольше 45 рублей 88 копеек И опять вот копейки абсолютно синонимичные, зеркальные Как у газа Просто наблюдение 95-й бензин стоит 49 рублей 63 копейки Дороже 92-го, но все еще дешевле 98-го И вот 98-й бензин Бензин для мощных автомобилей С большим количеством лошадиных сил Стоит, знаете, сколько? 55 рублей 99 копеек Быстро идем к курсу валют Тем более, что он будет интересен для всех И для владельца автомобиля Заправляемого 98-м бензином И для владельца газовой установки Итак, всего двойное именование Евро и доллар Что-то растет, что-то падает 65 рублей 23 копейки 100 и доллар Обратите внимание, он немного упонизился в цене Евро в этом смысле ведет себя несколько иначе 73 рубля 27 копеек Небольшой рост Вот такой интересный рассинхрон Хотя обычно эти валюты движутся вместе Но на данный момент дела обстоят таким образом Знаешь, а я тем временем Алиса вот о чем подумал Наши коллеги уже, не только коллеги, да наши телезрители даже уже собрались, выехали И отправляются по делам А среди них и наш мобильный корреспондент Александр Ткачев Да, и поэтому поздороваемся, узнаем, как у него дела Доброе утро, Саша Доброе утро Доброе утро, коллеги Доброе утро, крымчане Доброе утро всем тем, кто смотрит программу «Утро нового дня» Я рад вас поздравить с тем, кто сегодня начало трудовой недели Сегодня понедельник, 10 июня Сегодня погода ожидает быть достаточно благоприятной Главное, чтобы не было дождей, как говорится Их сегодня как раз таки и не ожидается Температура будет весьма комфортная Хотя и атмосфера полна атмосферной влагой Итак, сегодня ожидается до 28 тепла Это не так много, потому что самая высокая температура в этот день Была в 2009 году и составила 35 градусов тепла А самая холодная, как ни странно, в 1889 году И была всего лишь 4 градуса Я сейчас нахожусь на набережной Это место, которое сейчас, скажем так, приковывает основные взгляды крымчан и симферопольцев Потому что здесь идет ремонт Я к этой теме еще вернусь в следующем включении Сейчас я хочу вам показать человека, благодаря которому, собственно, набережная И существует Это первый секретарь обкома Кириченко Он, собственно говоря, сделал для Симферополя столько Сколько, наверное, не сделал ни один градоначальник для города Именно благодаря ему к 200-летию города, крымской столицы Был создан и, собственно, набережная, и музыкальное училище Дворец культуры профсоюзов, 7-я городская больница И было открыто 200 небольших скверов, собственно говоря, в самом городе И вот это дерево, которое я сейчас вам хочу показать Это секвойодендрон гигантский или еще называют его мамонтово дерево Таких вот деревьев, о которых все наслышаны, они являются визитной карточкой южных регионов Их много в Никитском саду Вот, собственно говоря, одно из 10 деревьев, которые произрастают в Симферополе Один вот он есть здесь, он в хорошем состоянии А вот его собрат, к сожалению, по ту сторону от этого небольшого сквера Он, мы видим, в плохом состоянии, точнее, он почти погиб там живая, к сожалению, всего лишь одна маленькая веточка Ну, собственно говоря, находясь здесь на набережной, сложно не затронуть тему ремонта Который так ожидаем крымчанами и симферопольцами И вот сейчас, как раз-таки, к 9 часам очень сильно оживилось движение транспорта Я имею в виду грузового и рабочего, который вывозит плитку и расчищает завал Мы видим, что набережная огорожена Чуть подробнее я расскажу обо всем происходящем здесь в своем следующем включении Но пока предлагаю продолжить смотреть «Утро нового дня» и наслаждаться приятной компанией Алисы и Артема Студия Спасибо, Александр, какое прекрасное предложение Поэтому мы продолжаем Только что мы побывали на улицах рядом с набережной Симферополя А я предлагаю отправиться в приют Филадельфии Потому что там кошек настолько много, что сотрудники уже устали придумывать им имена И они захотели чего-то новенького, и они попросили научить нейросии давать клички животным Им помогла исследователь, но вначале получалось какая-то бессмыслица Поэтому ученым пришлось ввести для искусственного интеллекта дополнительный контекст И теперь там живут счастливые обладатели таких забавных имен, как Бип-Буп, этот парень, Том Глиттер Пампампура, Тафиту и Чизмангера Причем последнее означает продавец сыра А, ну да, Чизмангера Чизмангера Царь зверей Твои коты отзываются на кличке? Да, отзываются И каждая конкретно на свою Каждая из трех отзывается на все их знания Вот мы хитростью, друзья, и узнали, сколько кошек у Алиса Троян Ну, а мы движемся дальше И уже не хитростью, а исключительно смекалкой Давайте узнаем, что там происходит в интернете Вашему вниманию самая актуальная подборка видео из сети Невероятную реакцию продемонстрировал водитель Газели Мужчина умудрился выпрыгнуть из кабины за секунду до аварии Как стало известно, у фуры отказали тормоза И она врезалась в машину, в которой в этот момент находился человек К счастью, благодаря быстрой реакции удалось избежать жертв А вот Газель приняла удар на себя и оказалась сильно повреждена Шокирующее безразличие проявили водитель трамвая и пассажиры в Новосибирске Они вынесли из салона мужчину с признаками инсульта Уложили на асфальт и оставили умирать Некоторое время женщина, управлявшая трамваем, колебалась Но, видимо, равнодушие победило Меньше чем через минуту транспорт отправился дальше Скорая помощь, которую вызвали случайные прохожие, приехала через 25 минут В Казахстане лось разбил окно и пробрался в спортивный колледж Причем больше всего его заинтересовала библиотека Около часа животное простояло возле шкафа с книгами Сотрудники учебного заведения вызвали полицию, а заодно и биологов Сбежала парнокопытная тоже через окно, но только при виде людей в форме В Великобритании сотни людей бегали за сыром На самом деле это забава для смельчаков Такому необычному соревнованию не одна сотня лет При этом бывает, что участники получают серьезные травмы и даже переломы Фестиваль, который привлекает участников со всего мира, полиция неоднократно пыталась запретить Однако традиция побеждает И каждый год группа смельчаков несется с вершины холма вслед за сырной головкой В Астрахани приморские рыбаки остались без улова Вместо него в воде они обнаружили крокодила Крупный хищник отбил мужчинам охоту забрасывать удочки На реке Раздольной до этого встречали двухметровых сомов Но таких обитателей здесь еще не видели В Подмосковье появился свой Петергоф А точнее прототип его знаменитого фонтана Струи воды вырвались из-под земли на месте строительства новой дороги Скорее всего причиной могли стать неправильные действия рабочих Которые повредили водопровод А в Санкт-Петербурге бабушки ходят в гости по строительным лесам Да еще и пятого этажа Прохожие засняли на видео, как пожилая женщина прогуливалась по стройплощадке Бабуля шла к соседке, ведь в доме ремонт Который, как известно, веселее переживать в компании Тем более, когда срочно понадобилась соль А у меня есть хорошие новости, но, увы, по грустному поводу Почти на 30 миллионов рублей Приморский суд оштрафовал одну китоловческую компанию А все почему? Потому что они отлавливали косаток и белух И сажали их в так называемые китовые тюрьмы Что это такое? Это резервуар с водой Где содержат кита, пока его не продадут на подпольном аукционе Чаще всего киты или дельфины уходят в Китай, где их содержат в океанариумах Коммерческий вылов морских млекопитающих запрещен Но их вылавливают якобы для научно-исследовательских целей Только, конечно, в гораздо большем количестве Чем это допущено законом Но, ты знаешь, для меня ситуация кажется странной в принципе Потому что я не могу понять, как кто-то вообще может решать Такое благородное, прекрасное существо Распоряжаться его свободой В каком количестве можно, в каком нельзя И более того, продавать еще и в коммерческих целях Это, я считаю, наказание совершенно справедливым Более того, деятельность нужно запрещать в принципе Кстати, хочется отметить, что на территории Чернобыля, Припяти Действительно, очень большое количество появилось животных Там появились бизоны, там появились лошади Пржевальского Которого туда отправили, они начали размножаться И так вот оказалось, что зараженная земля неблагоприятна для людей То есть человек не может там проживать А животные в отсутствии как раз-таки человека Они стали увеличиваться в своем размере Там появились дикие лисы и прочие животные И, как видно, что оказывается большей опасностью, чем радиация Для них является человек Не зря говорят, что человек — это самый опасный из всех животных Но ситуацию можно легко исправить Например, начать с того, что элементарно следить за экологическими выбросами Точнее, антиэкологическими, которые совершаете вы и ваша семья О том, как это сделать и где регулировать эти процессы Прямо сейчас в нашем следующем репортаже Как часто вы обращаете свое внимание на надписи на батарейках? Дело в том, что если выбросите урну с обычными бытовыми отходами То она способна загрязнить окружающую среду В ней содержатся вредные элементы, такие как кадмир, тут свинец Они способны отравить территорию, равную небольшому огороду Мало кто знает, что в городе существуют специализированные пункты приема Отслуживших электрических элементов Так, например, по адресу Карла Маркса 4 установлен робот Готовы принять на переработку ядовитый мусор За неделю три где-то килограмм сто Батарейки, на удивление, очень тяжелые Фактически по весу металла за неделю где-то собирается килограмм тридцать После сбора отработанные элементы питания Отправляются в агентство ртутной безопасности Где жидкий металл собирают и деактивируют Именно он представляет наибольшую опасность для окружающей среды Мы просто очень долгое время храним батарейки, не выкидываем их никуда И не было в Симферополе места, куда можно было бы их деть Где можно было бы их утилизировать Когда-то вообще в супермаркетах были контейнеры, чтобы их туда сдавать Но больше контейнеров нет и теперь приходится только в мусорку Но вообще это неправильно Батарейки нельзя выкидывать, потому что они излучают радиоактивные волны И тем самым они не разлагаются в земле Вместе с горожанами мы сделали первый шаг к правильной утилизации опасных отходов Ну, я думаю, механизм очень прост Открываем То есть просто кладем и... Отлично И все Батарейки-ламбочки не единственные бытовые предметы, от которых нужно избавиться экологически корректно К мусороугрожающему природе относятся полиэтиленовые пакеты, изделия из пластика, стекла и резины Все они химически устойчивы в окружающей среде И для их разложения может потребоваться тысячи лет Все пластиковые бутылки маркированы Маркированы они либо на донышке, либо на упаковке Либо первая маркировка, либо написано PET Они перерабатываются, их нужно сдавать на переработку, что мы, в принципе, и делаем всегда на субботниках Для того, чтобы облагородить среду вокруг себя, всего-то нужен мусорный пакет, перчатки и, главное, желание В Симферополе субботники проходят регулярно и присоединиться к ним может каждый Люди активно начинают в этом участвовать, сами понимают свою ответственность перед природой, перед Симферополем Также в других городах тоже проходят, конечно, субботники У нас был, наверное, самый запоминающийся субботник, это 16 апреля на водохранилище, когда планировалось очень большой субботник устроить, но погодные условия нам помешали Однако около 30 самых отважных человек все равно посетили субботник, внесли свой вклад Воспитывать бережное отношение к окружающей среде нужно с самых ранних лет Ведь именно на плечи подрастающего поколения мы перекладываем все сегодняшние нерешенные экологические проблемы Всегда, когда у нас во дворе субботник, мы убираем весь двор, чистим А что ты чувствуешь, когда ты убираешь мусор? Чувствую гордость, что наш двор будет чище и очищу землю, чем-то помогу миру Изменить экологическую обстановку по силам любому человеку Например, вещи или игрушки, которые вам уже не по душе, можно передать в многодетные или малоимущие семьи, где им будут рады Ведь дарить не менее приятно, чем получать подарок Пусть Крым будет чистым! Ольга Литвиненко, Андрей Псом, Утро Нового дня Так, а в Симферопоре, между прочим, произошло действительно вопиющее преступление, связанное с экологией, да и не только Разбираться с этим будем с нашим гостем Это Антон Якулевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры Детский парк Доброе утро! Рады снова вас видеть Доброе утро! Так, разберемся по порядку, что произошло? Ну, правильно вы сказали, случай вопиющий Вопиющий Произошло хищение, как по нашим меркам, так в особо крупных размерах Было похищено порядка 40 кустарников, декоративных деревьев И причинен, правильно вы сказали, и экологический, и моральный, и экономический урон Да и вообще просто невосполнимая потеря, потому что все, что делается в парке, это делается для горожан, это все делается для жителей Симферополя И когда происходит такой случай, то это, конечно, обидно, потому что все, что создается, создается для людей Похитили, как я понимаю, около пяти десятков деревьев, да? Да Разных, там и хвойные были, и не только, насколько я понимаю Можжевельник был Можжевельник был Можжевельник, да Молис Рододендрон Рододендрон, да Ель Все это декоративные небольшие растения Да, действительно, они небольшие, поэтому злоумышленникам это было сделать несложно, потому что корневая система у таких кустарников еще недостаточно сформирована Поэтому их выкопать или вырвать не составляет особого труда Но составляет большой-большой труд их высадить, их привить А они уже более двух лет были высажены в этом месте, поэтому, конечно, они прижились И для нас это вдвойне больно, что столько труда было вложено в эти растения, а их взяли так вот варварски и похитили Буквально за ночь, да, получается, два года труда, пропали за ночь Да То есть, и судя по всему, они могут и не прижиться в новом месте? Вполне возможно Вообще, хвойники в летний период достаточно сложно приживаются Их рекомендуют высаживать весной, осенью, но ни в коем случае Ну, не то, чтобы ни в коем случае, но не летом, нежелательно Да, возможно, злоумышленник сейчас смотрит эфир и так Надо было зимой, да, или осенью Ну, не знаю, я думаю, они смотрели не в эфир, они смотрели за этими растениями достаточно долго Скорее всего, да, то есть, судя по масштабам, это была спланированная акция совершенно, да? Ну, она и спланирована, оно и видно, что люди пришли целенаправленно за определенными растениями Потому что в парке достаточно много и более отдаленных уголков Но, тем не менее, выбрали именно здесь и так вот выборочно выкопали, вырвали и унесли В парке установлены видеокамеры Есть возможность восстановить следы преступника по записи? Ну, как такового видеонаблюдения в парке нет Существует частная структура, у которой есть аттракционы на территории Гагаринского парка Да, там действительно есть ряд камер, и некоторые из них направлены на аллею Видеозаписи уже переданы в правоохранительные органы Ведутся следственные действия, материалы изучаются Пока каких-либо данных или комментариев по этому поводу не могу дать Скажите, пожалуйста, если растения будут возвращены, да, то можно ли их будет высадить обратно? И приживутся ли они? И вообще, что планируется сажать на опустевшее место? В планах высадить те же растения, которые были похищены Чтобы не нарушать уже концепцию и вид А почему были выбраны именно эти, достаточно экзотические такие сорта кустарников? А вы сами ответили на вопрос, они экзотические И, возможно, у кого-то был запрос конкретно на такие растения Ну, нам сложно сказать, какой мотив был у людей Нет, почему именно эти виды у нас были высажены? То есть это была концепция для того, чтобы там воздух был лучше Или же это просто декоративная для концепции озера, чтобы это все выглядело в таком тандеме? И это в том числе для того, чтобы все-таки поддержать уже единую линию И благодетель, меценат, который, собственно говоря, занимается высадкой этих растений У него свой взгляд на озеленение Конечно, они достаточно редкие для нашего климата И все-таки он, так сказать, делает вызов природным явлениям И доказывает в очередной раз, что все-таки и экзотические растения Можно выращивать и высаживать в парках И в нашем климате И они достаточно хорошо приживаются и дают свои плоды Ну, как показала практика, два года прошли успешно весьма, да? То есть растения не то, что прижились и растели Ну, озеленение производится достаточно долгий период времени Это не только два года тому назад Нет, не имею в виду конкретно про эти растения, да? Что вот они прижились и прекрасно себя чувствовали Есть ли что еще хранить в парке в плане растительности? И будут ли применяться какие-то меры? Думаешь ли правильно рассказывать о том, что есть ли что хранять? Да, хотя вот я сейчас тоже подумал, что сейчас мы скажем, да И сразу заинтересуется кто-то еще Вы знаете, на самом деле, любое растение представляет ценность Будто ива не совсем декоративная Или это будет можжевельник декоративный, дорогой В любом случае, это же ведь все-таки наше достояние Достояние Симферополя Каждый житель, наверное, внес свой вклад в развитие парков Поэтому я считаю, что любое растение нужно охранять И бережно к нему относиться Дело в том, что сейчас участились случаи Мы постоянно в своей рубрике Крым Онлайн Показываем видеозаписи с камер наблюдения Что люди все чаще и чаще стали действительно можжевельник с собой забирать Регулярно с каких-то клумб и пророчек площадок Какие возможны в будущем приняты меры для того, чтобы избежать таких последствий? Мы сейчас рассматриваем вариант все-таки установки Опять же, в сотрудничество с частной структурой Это ассоциация, Крымская ассоциация индустрии развлечений Установка дополнительных камер Для того, чтобы все-таки хотя бы центральная аллея парка Гагарина Была под видеонаблюдением Чтобы все-таки можно было посмотреть случаи Если вдруг повторится подобный случай Конечно, некоторые вещи в виде вредительства Или какого-то мелкого хулиганства случаются Это и в детском парке происходит, и в Гагаринском, и в Тренево Где-то цветочек украли, где-то влюбленный розочку подломил Где-то дети неаккуратно наступили на клумбу Но на это можно закрыть глаза Это все-таки, знаете, такие вещи обыденные Но когда происходит масштаб 40-50 кустарников Ну это, конечно, не должно оставить равнодушным никого А сумма ущерба примерно, почитана же уже? Ну, порядка 100 тысяч рублей Ну что же, сумма действительно большая И еще раз, да, согласимся, что случай вопиющий Надеемся, что последствия будут устранены максимально комфортно И с минимальным количеством потерь Ну, а я напоминаю, что у нас в студии был Антон Якулевич Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Детский парк Спасибо вам за визит А мы продолжаем Очень приятно Нашу студию удивил отклик в социальных сетях по этому случаю Люди делали посты, репосты, ставили лайки А главное, что комментировали Но крымчанам это свойственно в принципе И не только касательно каких-то серьезных событий Но и по поводу событий интересных или даже актуальных Подборку самых-самых из них покажем вам прямо сейчас Обрушившийся на полуостров шторм Жители некоторых районов Крыма запомнят надолго Начнем с видео, которыми активно делятся пользователи социальных сетей Вот что произошло с улицами Севастополя Для того, чтобы сесть в маршрутку Людям приходилось буквально плыть по проезжей части Дождь снаружи и внутри Из-за обильных осадков даже в салонах общественного транспорта Образовывались лужи Кто-то по колено, а кто-то и по пояс в воде Собираясь в группы, люди пытались пересечь улицу По одиночке это слишком опасно Удивительно, но даже в таких условиях Крымчане находили повод пошутить Говорят, что для полноты ощущений Волн не хватает Затруднила непогода и работу спецтехники Окруженная потоками воды машина заглохла Как водитель добрался до безопасного места Трудно представить Шквалистые дожди и град Это повышенная опасность для автомобилистов Не обошлось во время шторма на полуострове И без аварий На кадрах, снятых на регистратор Видны последствия одной из них На этом видео Симферополь, площадь Советская По какой причине рекламный дисплей загорелся Неизвестно Важнее то, что пожарным удалось быстро разобраться С очагом воспламенения А вот так происходит очистка реки Салгир От грязи и мусора Видеоролик активно обсуждают в сети Одни пользователи рады началу работ Ожидают перемен Другие не могут понять, чем поможет перекладывание грязи С места на место И снова столица полуострова В районе Куйбышевского кольца Водитель иномарки снес дорожное ограждение По словам мужчины Он не справился с управлением транспортным средством В чрезвычайной ситуации Обошлось без пострадавших Совсем скоро наступит жара И ученые рекомендуют пить соки, разбавленные водой Причем употреблять в основном овощные соки В которых не будет соли или сахара А также из Токио Подоспели ученые, которые заявили о том Что томатный сок Он способствует тому, что укрепляется сосудистая система И это благоприятно влияет на организм Они провели эксперимент С участием женщин и мужчин Которые в течение года употребляли несоленый томатный сок В неограниченном количестве И в конце исследования проверили Сердце и сосуды пациентов И оказалось, что у них значительно снизилось кровяное давление А у 125 добровольцев С высоким уровнем холестерина Показатели уменьшились Знаешь, интересные данные Вообще, для меня это такой показатель необычный Как понять, что ты уже взрослый? Во-первых, тебе нравятся оливки А не только мысли, во-вторых, ты полюбил овощные соки Потому что в детстве, признаюсь, их совершенно не любил А вот сейчас с большим удовольствием употребляю Но, кстати говоря, что еще в детстве не всегда нравилось Так это учить стихи наизусть А теперь зато понимаю, какую большую пользу это принесло Но я, можно сказать, в этом деле один такой А в Крыму много энтузиастов, которые с большим удовольствием учат стихотворения Особенно великих поэтов Поэтому прямо сейчас предлагаю послушать одного из победителей Республиканского конкурса чтецов Моей любви безумное волнение Ты мне верна Зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображение Окружена поклонников толпой Зачем для всех казаться хочешь милой И всех дарить надеждою пустой Твой чудный взор То нежный, то унылый Мною владев Мне разум омрачив Уверена в любви моей несчастной Не видишь ты Когда в толпе их страстной Беседы чужды Один и молчалив Стихов нам, конечно, не расскажет Но зато поговорим подробнее о набережной С нашим мобильным корреспондентом Александром Ткачевым Он прямо сейчас в городе Давайте свяжемся и поздороваемся Доброе утро, Саша Доброе утро, коллеги Доброе утро Все те, кто смотрят Утро нового дня прямо сейчас Я готов с вами поделиться тем, что вижу сам Потому что нахожусь в эпицентре событий На набережной, где, как известно, сейчас идет реконструкция Я готов нарушить все мыслимые и немыслимые правила Ради вас, дорогие друзья Потому что, видите, набережная огорождена Но я, так сказать, нарушу это ограждение И покажу вам, что же происходит сейчас на территории Мы видим, что снята плитка И поднят весь тот многослойный пласт ила Который накопился за десятилетия, пока реку не убирали Снято ограждение И мы видим, собственно говоря, одного из главных персонажей Который наиболее, ну, скажем, беспокоит социальные сети Вы видите, что прямо возле фонтана сидит легендарная цапля Ну, так вот, дорогие друзья Спешу вам донести и доложить о том, что в социальных сетях Вконтакте, в частности По инициативе главы администрации города Натальи Маленко организована специальная группа Называется она «Салгир Ремонт» Уже сейчас в ней насчитывается 800 человек Они прибывают просто на глазах И там происходит все, собственно, обсуждение Так сказать, обратная связь с компанией Которая занимается ремонтом Там есть три небольшие подгруппы с вопросами Первый называется «Есть вопрос», куда вы можете адресовать все свои вопросы Которые у вас накопились Вторая группа называется «Критикуй» Такие тоже находятся, потому что очень многие недовольны ремонтом И третья группа называется «Хочу помочь» Ну, если кто-то готов помочь, ради бога Наиболее актуальные вопросы, которые чаще всего затрагиваются в социальные сети Это первое, по поводу вырубки деревьев Которых, как мы знаем, насчитано 300-600 с лишним деревьев Которые будут сносить И, в частности, судьба цапли Которую только что мы с вами видели Так вот, первое я вам хочу сказать Что цаплю, как видите, никто не обижает Она жива и здорова Ее орнитологи попытаются переместить в Гагаринский парк Но пока, видимо, до этого руки не дошли Что же касается деревьев Очень важная информация Прошу всех тех, кто обеспокоен этим вопросом Ее услышать Все деревья, которые нужно было снести вдоль, собственно, набережной От ЖД вокзала до Плотины Они уже убраны Остальные деревья Их около 300 Остальные деревья находятся в русле Малого Салгера В частном секторе И это уже, как говорится, индивидуальные проблемы Всех тех, кто эти деревья Либо там высадил незаконно Либо они там сами выросли Самое главное, что Наиболее драгоценные деревья Которые находятся здесь На променадной части Они все останутся Более того, обещают доложить Ну, еще раз давайте посмотрим на прощание на цапельку Дело в том, что ей даже уже дали имя Все помним Кота Мостика Чайку Валеру И там даже дельфин какой-то был Так вот, этой цапле тоже дали имя Пока непонятно, мальчик это или девочка Но уже его окрестили Федей Так что, проходя мимо Пожалуйста, поздоровайтесь с Федей Пожелайте ему благополучно пережить этот ремонт Чего, собственно, желаю и всем симферопольцам И гостям с крымской столицы Это испытание для каждого из нас Давайте перенесем его с должным образом Всем я желаю доброго утра Хорошего дня Несмотря на то, что это понедельник Пускай он пройдет замечательно, светло и бодро Студия, передаю вам слово Спасибо, Саша Действительно забавно, что непонятно, какого пола цапля Но, тем не менее, зовут ее Федя Но нам понятно то, что Александру сейчас добираться Движемся за мной, во-первых Я вам кое-что объясню Александру сейчас добираться, между прочим, до студии В городе стоят пробки И по поводу Федя Мой вам совет Лучше его вообще не трогать Пусть цапля живет своей цапельной жизнью Алиса, мне нужна твоя помощь Будешь сейчас помогать Времени у нас мало Рассказать нужно про многое Какие улицы смотрим? Смотрим, конечно, те, которые отмечены красным И в основном это на улице Киевской Можно Да, совершенно верно Пробки и тянучки на площади Куйбышева Традиционно Смотри внимательно По направлению к Москальцу дорога стоит совершенно Это даже не тянучка, это настоящий затор Значит, проспект Победы по направлению к проспекту Кирова Небольшая тянучка И улица Киевская по направлению к автовокзалу тоже Движение затруднено, между прочим, не только с выходом на кольцо Но и с выходом с кольца Движемся дальше Я думаю, что мы посмотрим площадь Советскую Тем более, что это самая традиционная наша улица Улица Ленина Сама понимаешь, почему Это спуск нашей работы И здесь все то же самое Улица Ленина, но, кстати, что интересно По направлению к перекрестку с Пролетарской Тоже стоит Проспект Кирова по направлению к площади Советской Тоже обездвижен И вот что интересно Что проспект Кирова с другой стороны По направлению к площади Куйбышева Как раз таки движется прекрасно Пробок еще нет Поэтому я предлагаю знакомиться с центром города Значит, в центре города, конечно же, показаны тянучки Но тут есть секрет Как ты думаешь, почему это происходит? Мне объясняли, что это связано с тем, что родители отвозят детей в школу В том числе Но дело еще в том, что там припарковано огромное количество транспорта На узких улицах Да, на узких улицах И в тянучке виноваты не сколько светофоры Сколько просто невозможность в два ряда ехать Исключительно Дело в этом А вот, между прочим, улица, которую я сейчас пытаюсь рассмотреть Которая идет перекрестно с улицей Пушкина Я подозреваю, что Маяковского это, да, на ней пробка Так что будьте внимательны и объезжайте На этом с пробками все А мы движемся дальше Потому что нам все еще есть, что вам показать и рассказать В частности, наш следующий сюжет Смотрим За последние годы по всему Крыму установили сотни новых детских площадок Они становятся ярче, интереснее по дизайну, а главное безопаснее Только в Симферополе в этом году построят 22 игровые зоны На что из бюджета выделят 20 миллионов рублей Жильцам улицы Мичурина повезло Здесь на расстоянии 100 метров находятся сразу две площадки На одной из них Современные детские качели Однако никто здесь не катается И детские голоса так и не звучат Потому что находится она за двумя заборами Это образец технических и творческих решений Конечно, ведь площадка стала подарком от города За победу в конкурсе Лучший двор многоквартирного жилого дома Год назад ее помпезно открыли в присутствии местных депутатов Откройте, пожалуйста, площадку Но почему-то до сих пор у ребят этого двора детство проходит за калиткой И попасть на новенькую и оборудованную площадку малыши не могут В данном случае идет прямое нарушение Потому что специально эти площадки закупались В среднем их стоимость составила полтора миллиона Для того, чтобы дети на ней играли Если она закрыта, то нужно просто гражданам, которые проживают в данном доме Письменно обратиться в администрацию Играть приходится в другом месте, где несколько простых качелей Пара турникетов, каменная лошадь, как пережиток советского прошлого Пустая песочница и скамейка, сделанная своими руками Собственно, как и все здесь Ничего, ни скамейчик, ни цветочков, ни песочницы Ну не было абсолютно ничего И мы решили своими силами ее благодарить Потому что появились дети, и детям где-то нужно играть Но и на эту игровую зону пускают не всех На заборе табличка, в которой четко прописано Играть на площадке могут только те дети, чьи родители принимали участие в ее создании В соцсетях разделились на два лагеря Сторонников общей территории и тех, кто не готов делиться качелями с другими Понятное дело, всем жалко свой труд, если приходят и портят Но площадка в общем дворе, а не в частном Все правильно, надо было приходить и участвовать в строительстве площадки Или хотя бы скинуться деньгами Не у всех есть возможность скинуться Я считаю, что можно быть добрее, а не таким мелочным Особенно, что касается детишек Жильцы многоэтажки на придомовой территории, которой расположена площадка Информацию на табличке опровергли Мол, играть могут все, но только в дневное время Вечером она закрыта, чтобы качели и горки не разрушили вандалы Пока было не огорожено, здесь просто выкопали все, что здесь было Вот турник остался один с тех времен, и турник остался второй И таких родителей, которые хотят уберечь детское имущество, немало Неудивительно, что количество возводимых вручную горок тоже становится больше, а заборы выше А вот эта площадка, это плоды трудов небезразличных инициативных жителей Которые не ждут чего-то и кого-то и от кого-то А которые просто берут в руки инструмент Берут краски, кисточку и возводят так, как они могут Но почему-то на площадке сейчас пусто и уныло Спорная территория оказалась не только под родительским надзором, но и железным замком Закрывать доступ на детскую площадку, конечно, никто не имеет права В любом случае, даже устанавливать ограждения, как я уже говорил, они имеют право только с разрешения города Так же, как там установка ограждений, установка калиток И пока детские площадки пустуют, местные власти признаются Сегодня решить такие вопросы можно только уговорами Инструментов сделать территорию детства, доступной каждому ребенку, нет ни у чиновников, ни у родителей С Илья Салямова, Андрей Псом, утро нового дня Вот и получается, детки в клетке, несмотря на то, что это сделано с благими намерениями Но нам самое время узнать о том же, что в новостях подготовили Надеюсь, там только хорошие, а сегодня нас ждут известия С нами на связи Здравствуй, Сережа Здравствуйте, Алиса, здравствуйте, Артем Я очень рад вас снова видеть Взаимно, а у нас к тебе такой вот компрометирующий вопрос Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что делать с батарейками и лампочками, и куда их деваешь сам? Честно признаюсь, я знаю, что нужно их отдавать на утилизацию, скажем так А сам я стараюсь пользоваться лампочками, которые производитель или магазин дает гарантию Там на год или на два И если она сгорает или портится в течение этого срока, обычно так и бывает Я просто ее возвращаю и этим как бы избавляюсь от такого, скажем, греха выбросить лампочку, которую нужно будет утилизировать Но вместо батареек я стараюсь пользоваться аккумуляторами, которые можно подзарядить и их не нужно выбрасывать Вот такой вот лайфхак для всех Да, вот тебе и рубрика «Полезные советы» от ведущих новостей Кстати, про новости расскажи, пожалуйста, что на повестке В этом выпуске мы расскажем о том, как в столице проходит реконструкция набережной Какой ущерб нанесла непогода Севастополю и как относятся жители и гости полуострова к уличным музыкантам Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей и ни в коем случае не переключайтесь Обязательно! Хорошего эфира! Удачи! Спасибо! Ну, а наше время тем временем, как бы это логично звучало, подошло к концу Нам очень приятно было встречать это утро с вами Алиса Троянна, Артем Андроновский, пока-пока! Удачи! 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 Удачи!